Игнатий Тихонович, в интернете на вас много пишут всякой грязи, как вы на это реагируете? Вы это опровергаете или как? Или не обращаете внимания? Действительно это так? Что сказать? Об другом бы если говорилось, тут бы легче было отвечать, а то именно обо мне. Надо по делу смотреть-то. Люди, которые это говорят, они мне даже чем-то доказывать. У них не доказательств ничего этому нету. Да и с какой они целью пишут? Я буду сейчас говорить на человека, да где-то в интернете, да плохо, вообще даже представить не могу, даже если бы был враг. А это в общине. Апостол Павел говорит, я родил вас благовествованием о Христе Иисусе. Община-то вся пришла фактически через меня. Прямо или косвенно, ну большинство. Это в университетах, где я преподавал, люди слышали. Потом уже приближались, оглашенными были, принимали крещение и стали членами общины. Ну сказать, что кто-то ненавидит, в общине конкретное, я не думаю, потому что у нас люди все причащаются. Если он причащается, значит он не может никого ненавидеть. Я уж не говорю о том, что это как-то проявилось бы в чем-то где-то, как-то. Я не слышал. Если это задать вопрос людям, которые здесь. Я как-то попросил, кто у нас пришел, написать, как они уверовали в Бога, как пришли в общину. У меня книги выше 30 томов открытым оком. И в 15 томе там 74 свидетельства. Люди писали дома. Ни к одному я не поставил ни одной буквы. Дома как писали. Некоторые даже не верили. Это они сами написали. То есть талант ли вы довольно написали. Как было. А в 16 томе еще там человек 16, которые вначале не успели. Вот считай, сколько человек. И чтобы с ненавистью или даже с недоверием, даже разговора нет. Все до одного с благодарностью. А новых-то людей практически-то здесь не было. Ну сказал кто-то. Сказал по незнанию. Потому что это не соответствует ни на 1% ни на одного человека. Может быть где-то кто-то там за пределами есть. Я могу сказать только одно. Что просто так. Я понимаю, как люди на это реагируют, когда услышат. Вот против меня, которые воевали люди, они как-то оказывались буквально за барьером жизни. Особенно это зримо было за последние хотя бы 10 лет. 20 лет. Более того. Когда меня осудили, особенно на меня так смотрел угрюмо, чем-то на Брежнева похожий. С такими мощными бровями. Яков Иванович Мордовин, прокурор. Я ему сказал, ну вы меня все равно осудите. Ну что злиться-то? Тут уж ни делу не поможешь. Я говорю, вы смотрите на меня. Как говорю, Брежнев за день до смерти. Там заулыбарец сидят. Он еще нахмурился. Я возвращаюсь из заключения. Он уже умер. Я не знаю, он до 60 не дожил. Следователь у меня был. Я не знаю, 50 лет было или не было. Тоже умер. Один начал писать тут пакостные статьи. Московский комсомолец. Это лучший журналист был у них. Самульсов Александр. Внезапно находят его убитого в подвале. Это когда прокуратура там все знает. И когда стали говорить, что совершается. Вы посмотрите, что вокруг-то. Какой разгром-то. Кого с работы выгнали. Кто-то заболел неизвещимо. Эти этого убили. Эти померли. Они все касались вас. Я говорю, я это давно знаю. Давно. Поэтому из-за себя заступиться не могу. Мне нравится такое выражение. В Святой Библии написано. Не все знают. Вот. Можешь прочитать. Премудрость Соломона. Неканоническая книга. Вот. Вторая глава. Как люди эти рассуждают. О людях, которые верят в Бога. И сами за себя не могут заступиться. Вот прочитай. Они говорят. Вот так. Говорят. Устроим ковы праведнику. Ибо он в тягость нам. И противится делам нашим. Укоряет нас в грехах против закона. И поносит нас за грехи нашего воспитания. Я скажу это полностью. Так и есть. Я их. Людей этих упрекаю. Плоды вашего воспитания. Вы так себя ведете. Жизнь для вас не нужна. Ну все такое. Это речь идет о людях. Которые никакой веры в себе не имеют. Я с ними много имел общения. С заключенными. Только по освобождению. Восемнадцать лет в местной тюрьме работал. А тот тут помогал. Добровольно. Не за деньги. Дальше. Объявляет себя имеющим познание о Боге. И называет себя сыном Господа. Ну это я так и делаю. Я имею познание о Боге. И сыном Господа называюсь. Он пред нами. Обличение помыслов наших. Вот он что. То есть они это говорят. Этот человек перед нами. Обличение помыслов наших. Но это действительно так. Почему? Потому что живем мы не так. И глядя на нас. Они понимают. Они никто. Просто никто. Не состоявшись они как человек. И далее. Тяжело нам и смотреть на него. Ибо жизнь его не похожа на жизнь других. И отличны пути его. И это они знают. Говорят и пишут про меня это. Он считает нас мерзостью. И удаляется от путей наших. Как от нечистот. Ублажает кончину праведных. И тщеславно называет отцом своим Бога. Я это все испытал много лет. Минимум 53 года. Я считаю себя так. Что называю отцом своим Бога. Отче нас считаю. Они ничего этого не знают. Я говорю о людях которые не в общине. В общине таких никогда у нас не было. Это так. Отличные пути. Вот это вот. Просто можно все время заряжать. Как так? Но это ясно дело. Что мои пути не такие. Мне говорили. Вы правильный выбор сделали. Вот сейчас все поменялось. И вы так на вершине востребованы. А как я был востребован. Даже сказать нельзя. Во всех отделах милиции. Это 5 отделов. Городел и край отдел. Во всех университетах. Институтах. Техникум. Десятки школ. Воинские части. Заводы. Фабрики. Суды. КГБ. Тюрьмы. Все мной было охвачено. В то время я был не просто востребован. Меня буквально хватали. В очередь становились. Я прихожу домой. Машины стоят. Там несколько полковников. Танковые войска. Авиационные. Когда. На какой день. И они говорят. Мы решили зафрахтовать самолет. И чтобы на самолете вы успевали с одного города в другой. То есть такой востребованности я никого не слышал. Где-то. Почему? Я к этому как бы готов был. Даже дом моды какой-то там. Ну обувь примонтируют. Я там проповедовал. Даже нельзя. Даже вспомнить одного места. Где бы я не был. И регулярно. Еженедельно. Я веду занятия. Выступают три радиопрограммы. Три радиопрограммы там по телевидению. Регулярно в тюрьме. И один раз в месяц они собирают всех сотрудников. Я перед ними говорю. Там минут 20 проповедь. Это же в отделах милиции. Собирают. Иногда было. Я не знаю сколько там. 500 человек. Я перед ними. И никого больше не было нигде. И у меня везде только друзья. Бог так сделал. Что у меня близкие-близкие. Это мэр города. Прокурор края. Генерал-лейтенант Параскун. Мэр города Баварин. Владимир Николаевич. Не просто мэр. А лучший. Из лучших. Он входил в десятку лучших. Российской Федерации. У меня вообще врагов нету. Нету. И в КГБ мы поздравляем с праздником. С Пасхой. Они мне в другой раз сами позвонят. А чтобы в общине у меня были люди. Которые меня не любят и ненавидят. Я даже не слышал. Я бы сразу заметил. Я с людьми работаю. Никак. Идут женщины. Они хватают меня. Каждый приходит на богослужение. И ты сам видишь. Как хватают. Обнимают. Целуют. Но кого целовать-то я говорю. Никаких. Они стараются что-то принести. Но я только от двоих там принимаю. От троих. А больше ни от кого. Там то пирожок спекут. Только сказал лук. Там нету лука. Морковки. Мигом. Все уже. На машине привезли. То есть. Пламенная любовь. Вот. Но я не оправдуюсь. Вообщем. Если бы такой человек был бы. Я бы с ним связался сегодня. Прямо сразу попросил прощения. И дальше. А 17 стих. Увидим истинные ли слова его. И испытаем какой будет исход его. То есть. Как он умрет. Что будет. Ибо если этот праведник есть сын Божий. То Бог защитит его. И избавит его от руки врагов. Да так рассуждают они. Испытаем его оскорблением. И мучением. Дабы узнать смирение его. И видеть не злобе его. Это у меня видели везде. У меня нигде врагов не было. Ни в КГБ. Никто меня садил. По освобождению. Со следователем мы встречались. Я стараюсь какие-то подарки им сделать. И в прокуратуре края. И везде. Везде. И кто меня сажал из КГБ. Приходили. Покупали мои книги. И даже судья. Который меня осудил. Точно так же приехал. Я ни у кого не слыхал. Чтобы кто-то сидел. Его судили. И потом продолжалось. Вот такое отношение. Поэтому. Баптисты говорили. Я сотрудник КГБ. Тайный. Я не был сотрудником. Но они шаблон на мысли. Раз хорошее отношение. Значит я предатель. Дальше. Так. 20 стих. Да давай. Осудим его на бесчестную смерть. Ибо по словам его. О нем попечение будет. Обо мне попечение Божие. Это действительно. Я говорю так. И когда начинает что-то делать. Я говорю. Ты будешь поражен здесь. Недавно один человек. Одно слово сказал в интернете. Да и в личной переписке. Одно слово. У него сразу заблокировалось. И наши лучшие программисты. Профессиональные. Работают в краевых организациях. Никто не может нас блокировать. Скайп полностью. Одно в скайп написано было это слово. И сразу исчезло. Сразу. И его не убрать никак нельзя. Все. Сейчас с Москвой связывается. Что это за счета такое. А я заранее сказал. И сейчас человек приходит. И кается. Я виноват. Вот я сказал. А слово какое я сказал. Ну его и знать не надо. Дело в том, что когда обо мне пишут. Люди из одной буквы спотыкаются. Одни пишут. Игнатий Тихонович во всем жесткий. Для него как для Чапаева. Две головы хорошо, одна лучше. Журналист пишет. Ганов. Жесткий. А другой не понимает. И говорит жестокий. Одна буква лишняя. Жестокий меня никто не может наслаждать. Я начальник детского лагеря. Я 43 года. Основатель. Как я могу быть жестоким, чтобы из года в год одних же детей отдавали? Как это может быть? Я староста. Основатель общины. Столько лет, десятилетия староста. И избирает официально. Голосует. Меня бы не избрали. Будь я жестокий. Я попечитель. Я узнаю край муха. Кто нуждается. Кто мало получает. Кто болеет. Чтобы средства добровольного пожертвования туда шли. А свое у меня ничего нет. Я пенсия на 100% уходит. Но меня кормит кто-то. Дальше. Так они умствовали и ошиблись. Ибо злоба их ослепила их. Это они злобные. И они вот это возводят. Они не познали тайн Божий. Не ожидали воздаяния за святость. И не считали достойными награды душ непорочных. Ну. Тут каждое слово ко мне относится. А почему они? Я нашел ответ в сестой Библии. Не потому и потому. А вот почему. По порядку. Лука 6, 26. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали с лжепророками отцы их. Действительно у меня много врагов за пределами. Где-то там и церковь. Самые главные враги это православные священники. Они за мной охотятся буквально. Всякие мерзости. Подбивают там своих семинаристов. Чтобы. А когда ближе познакомятся больше. Они буквально слезами мои сапоги обмывают. Я хотел сапог даже показать. 46 размер. Вот. Какие я надел там. Да вот мы не знали. Да мы. Да бросьте наплевать. Да забыть. Как говорят. Брань на вороту не виснет. Вот. У меня не было практически людей. Которые бы спустя какое-то время. Не стали каяться. Я даже таких припомнить не могу. Да. А враждовали. Там что-то докладывали где-то. А потом. А ничего этого не было. Как так. Откуда у меня было. Я с ума что ли сошел. Как я мог против говорить. Вот. И дальше. То есть. Это действительно так. Горе. Когда все люди будут говорить. О вас хорошо. А во мне хорошо не говорят. В интернете. Но их ни одного. Кто плохо говорит. Я не видел. Вот. К примеру сказать. Спрашивает отца Дмитрия Смирнова. А вот Игнатий. А кто он такой. Он не знает ничего. А его. Но наши отношения-то разные. Я его ролики к себе на форум тащу. Его в пример привожу. А он сразу выдрал. Кто обо мне плохо говорит. А что о нем говорить. Вот. Смотрите. И там еретик один говорит. Еретик. Еретики. И он на еретический сайт сослался. Не стал говорить. На какой он послал. Смирнов-то это сделал. А? Дмитрий Смирнов. Да. Я сегодня только в интернете нашел. То есть людей отсылают к еретическим высказываниям. Еретики. Притом еретики буйные. Против православия воюют. Совершенно новая секта изобретена. И он хотя бы спросил. А что он издал. Где-то. Как-то одного батюшки в Нижнем Новгороде спросили. Тоже. Батюшка. Вот. Отец Сергий. Столько про Игнатия говорят. Ну а какое на самом деле. Он говорит. А у него бывает, что люди приходят. Да многие люди пришли. А куда он их ведет. Как куда. Так они все в православии. Ну а вообще больше. Куда ведет. Затим определяется. Он домой тащит. Он к соседу не затащил. Я 53 года людей направляю в Московскую патриархию. Да. И с чем-то не согласен. Потому что не сходится со Словом Божиим. Вот. Вчера мне задают вопрос. А вы почему. Вот. Слышали мы такое. Что отозвались не хорошо. О Сергии Радонежском. Что его надо деканонизировать. Я говорю. Вы его на это возвысили. А дел не знаете. Он двоих. Пересвета и ослябь. На это поставил. Размонашил. А 4 Вселенский Собор. 7 правило. Таких людей. Говорит. Придать анафеме. То есть. Это Сергий Радонежский анафему. Не я. И обоих этих. Пересвета и ослябь. Не надо там прикрываться. Битва это не нужна была. Из 400 тысяч. 360 на поле пали. 9 десятых. Это первая победа. А через 9 лет. Так там и сжег его. И Сергий Радонежский бежал. И ничего нигде не было. Я это и говорю. Я знаю историю. И далее. Почему они поносят? 1 Иоанна 4 глава. 5-6 стих. Они от мира. Потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Вот и все. Они мирские люди. Не верующие. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины. И духа заблуждения. Это все могут стихи эти. Считать. Сектантов не слушаешь. Вы нас не слушаете. Вы духа заблуждения. Но дальше-то не идет это. Я сравниваю со святыми отцами. С канонами вселенских поместных соборов. С книгой правил полностью. Сектанты-то ее в руки не берут. А меня зачем туда записывать-то? Недавно считаю. Вот я посмотрел тут. И говорит. Он искажает все догматы православия. Я догматы искажаю. А кто это сказал? Неизвестно. А какой именно догмат я искажаю? Неизвестно. Если я догматы искажаю, я сейчас упаду и покаюсь. Но он даже не знает, сколько догматов. Веру я считаю, пою. Все признаю. Святую Троицу. Решение всех вселенских соборов. Где, какие догматы конкретно? Нигде нет. А как же вы говорите, что молятся двуперстно? Князь Владимир так крестил. Это не я. Сергий Радоневский. Антоний Феодосий Печерский. Все так молились. А потом принято было так. Но у нас больше половины молятся троеперстно. В 81-м. В 80-м году православная церковь, а зарубежная в 71-м, кажется, приняли постановление, что равноспасительные обряды. Равноспасительные. Что я не так сказал? Они ничего не знают. И далее. 2 Петра, 2 глава, 1 по 3 стих. Были лжепророки в народе. Так и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату. И через них путь истины будет в поношении. Вот они и поносят путь истины. И зубостяжания будут уловлять взлестивыми словами. Суд им давно готов. И погибель их не дремлет. Вот я говорю, жестко, а они такие ласковые, там, головку целуют прихожанам. Они не знают, они не любят их. И Анна Затауз говорит, губкой не размазывай гной, рен. Хирургическое вмешательство иногда требуется. И суд им не дремлет. Дальше. Деяние 752. Кого из пророков не гнали, отцы ваши? Они убили предвозвестивших происшествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон прислужения ангелам и не сохранили. Это они, наши, православные, гонители мои. Слушаясь, они рвались сердцами своими и скрижетали на него зубами. Я никого не преследую. Ко мне это никак не относится. Они на меня это поносят. А вот Кемеровская епархия, они там сказали в его книгах, там, что на преснаках надо слушать. Да кому это надо, а преснаки квасное? А Тульская епархия у них берет. А теперь на Тульскую епархию ссылается отец Дмитрий Смирнов. Ни один не знает, ни один. И эти написали, которые семинаристам дали писать, они ругаются, ругаются. Такие пахости говорят. Может быть даже матерились они там. Куда? Ну-ка, столкни ее маленько. Она далеко полезла уже. Иногда это. Ну-ка. Вот ты какая. Ну вот и все. Рвались сердцами своими. И ссылаются на одно заблуждение, на другое. Конкретно вызовите меня. Нигде нет никого. И дальше. Матфея 23, 31. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же мир отцов ваших. Они мне это сказать не могут. Я их не гоню, не преследую, не поношу. Я говорю, они исказили таинство. Они не научили людей верить живому Богу. Одно предоверие пустое. Я эти-то слова не говорю им. А вот теперь Слово Божие им это говорит. Змеи, порождение Ехидины. Как убежите вы от осуждения гиенам? Никак не убегут. Они попадут туда. Вот и все. Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников. И вы иных убьете, распнете. А иных будете бить в синагогах ваших. И гнать из города в город. Вот так было. То есть это было? Да, было. А где бы я был на какой стороне? Вот вопрос надо один ставить. Пророки, памятники. А пришел сам господин пророков, его распяли. И так и здесь. Что вы считаете-то? И что дальше? Первый коринфянам. Первый коринфянам, 10 глава, 6 и 11 стихи. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на зло, и как они были похотливы. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Вот я это привожу как раз на память. Если на меня нет, то они выдумывают. Но у меня такое утешение. Если бы они что-то за мной знали, они бы никогда не придумывали что-то ложное. А раз они придумывают, я отсюда легко понимаю, ничего за мной нет. Приходит, говорит, князь мира сего и во мне не находит ничего. Меня судили. Ну, что я насчитал, только за это судили. Мне ни одного обвинения не было, нигде. Что я продал там что-то за деньги. Денежная была статья, но она сдохла, когда я еще сидел в тюрьме во время следствия. Все показали, делал все абсолютно бесплатно, бескорыстно. А то и вообще никто не... Так это же тогда громадные деньги были. Записывать тысячи-тысячи пленок и раздавать бесплатно. Да покупал магнитофоны, дарили бесплатно. Вообще невообразимо. И он, свидетель, пришел и говорит, ничего не подтвердилось. 32 свидетеля по всей стране, и все показали абсолютно бескорыстно. Как вы могли так отрихтовать людей? Да никто их не рихтовал. 2 Петра 2.18 Ибо произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тленей. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ааа, тоталитарная секта, секта, ересь там, вот все это говорят. А сами рабы не могут сказать поистине ничего. И поэтому таланты не разбиты. Талант развивается только там, где свобода. Где Дух Господень, там свобода. Духа Божия нет там. Там злобный дух лжи. Пророк Михей сказал об этом. Еремея 5.31 Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Да ничего не сделаешь уже. Идите в плен. Дальше. Иоанна 5.19 15. 15.19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира? Но я избрал вас от мира. Потому ненавидят вас мир. И вот они даже и так ненавидят. Я не говорю, ну, заранее говорю, в общем нет, этого нет. Но мир, да действительно так, отзывается плохо. И особенно церковники вот эти вот, обольщенные попами. Вы это делаете, блокируете его. И интересно, высказываются какие-то там другие обо мне очень хорошо. Священники там разных епархий. И сразу всплывает красное. Тут вредоносный вирус нельзя открывать. То есть, где-то они это сделали. Вредоносный, как только обо мне где сказано, вредоносный вирус нельзя открывать. А откуда? А дальше перечисляют. А может быть экстремистская литература, там может быть то, а может то. Да ничего этого нету. Это поповская ярость. Им хотелось, чтобы я был ненавидим своими. Но это нельзя сделать, потому что это мои дети в общине. Иоанна 7.7 Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злые. Он говорит, знали меня, буду знать и вас. Вот я так и есть. Дела его злые, я свидетельствую об этом. Еще. Михей 2.11 Если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и сикере. 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 То он и был бы угодным проповедником для этого народа. Ну а я это не проповедую. Меня Бог наделил такими талантами, о которых они даже не слышали. А я ничего не заканчивал нигде. Я не это знаю. Это харизматическая личность, харизматическая личность. Да откуда я знаю, что это? Я просто люблю моего Господа, молюсь и все. Римлянам 16.18 Ибо такие люди служат не Господу нашему и Иисусу Христу, а своему чреву. И ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Ну посмотри, когда выходят, какие попы, вот такие бочки. Как можно из дома было выходить, разжиревшие где-то. Но ты посмотри на наших, которые есть, любого. Погляди. Дальше. Евангелие Та на 5.44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славу которой от единого Бога не ищете? Вот это надо на Иисус запомнить. А они друг от друга, что епископ скажет, священники, что батюшка скажет. Как бы ни отлучил. Там патриархия, там сенот, там власти. Они по-другому не могут, а сергианцы предатели. Серьянские, от Сергия Строгородского это название. Они все предают и разрушают. У меня этого ничего никогда не было. Я ни на одного не писал на верующих. Никогда этого не было. Вообще я даже не знаю, что. А нас, местный настоятель, все списки передал властям. Списки. А потом выступать им приходится, и они не знают, что. Один выступает священник был, скачков отец Михаил, и здесь, и написал, когда допрашивали. А потом, когда меня судили, он пришел, он написал, а Игнатий Лапкин ждет мессию с запада. Я на суде и говорю, нет, отец Михаил, я жду его с небес грядущего силы и славы великую. Да я так не говорил. Не говорил, а подпись судья сразу. Как не говорили, когда ваша подпись? И он сразу, а я в это время говорю, я на вас ничего не имею, и вы меня, простите, отец Михаил, благословите. Я-то сижу за барьером, он шагнул и благословил. Как они кинулись нас растаскивать-то? А потом, говорит, надо же, как сделали, интересно. Он против него, и сразу же примирились. Вот мое поведение какое. Моим хурителям я скажу, первое коринфянам. Первое коринфянам 4.5. Ну и в общем это, я здесь или уезжаю на лето, полный порядок, полная дисциплина. У нас этого нет, шатания. Пусть они сделают, чтобы до богослужения все могли зайти и 7 минут молча молиться. Как об этом в молитвослове написано. Еще не знаю где. Молитвослов в 1970 году, выпущенный патриархом Алексеем I. И вот где красное, прочитай. В молитвослове. Востав от сна прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя перед всевидящим Богом и совершая крестное знамение, произнеси во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот это вот, вот как раз напротив. Затем немного подожди. Подожди. Это им не сделать, у них вот такое, как черви в мешке. Пока все чувства твои не придут в тишину. И мысли твои не оставят все земное. И тогда произноси следующие молитвы без поспешности и со вниманием сердечным. Вот так. Ничего они сделать этого не могут. А у нас это есть любое богослужение, 7 минут мертвой тишина. Никто не шевельнется. Им ни в жизнь это не сделать. Выполнить то, что Алексей Патриарх написал, да это и так понятно. Они никогда этого не сделают. У них совершенно улица. Улица и храм проходной. Никто ничего не знает. И они поэтому поносят меня. Они главное поносят меня за то, что я живой. Еще. Евреям 3.12 Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Да. Еще. Иаков 2.1 Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Я так и верую, так и говорю. Они меня... А он, видишь, как не признает там... Я почему должен признавать, когда он вопреки Бога? Он Бога не признает. Я прямо об этом говорю, как учит меня Слово Божие. Пророк Иеремия 13.23 Может ли эфиоплянин переменить кожу свою или бар с пятна свои? Так и вы можете делать доброе, привыкнув делать злое? Вот они почему поносят, а теперь это переносят на общину. Ну зайдите в общину и покажите, где, кто меня ненавидит. Ну одного, двух-то не найти вам. И посчитайте, вот в 15 томе, как люди говорят, с какой благодарностью, как они жили. Теперь Бога познали. Познали они, так Бог сделал, что они для меня духовное чадо. А я не священник. Надо учитывать это. Евангелие от Иоанна 12.43 Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Вот и все, им славы никакой нету. Иоанна 3.20 Ибо всякий, делающий злой, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. Они не идут, они не любят Библию, они любят Евангелие, они непрерывно клевещут. Иоанна 8.43 Почему вы не понимаете речи моей? Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать Слово Моё. Вот и все. Следующий стих говорит дальше. Почему? Потому что ваш отец дьявол. Не патриарх, не Бог, а дьявол. Он лжец, и отец лжи. Этот первый стих, который я заучил, когда мне дали Библию. Иоанна 8.44 Следующий этот стих-то смертельный. Ко мне он никак не относится, я ложь никогда не любил. Матфея 23.5 Все же дела свои делать с тем, чтобы видели их люди. Расширять хранилища свои и увеличивать восклили одежду своих. Ну это о попах говорится. Их одежда какая она разукрашенная. Вот что интересно, когда допрашивали, то в свидетеля шел отец Геннадий Фаст. И он говорит, вот Игнатий от других отличается тем, что у нас у православных иногда ложь допускается для спасения другого. Он ее не допускает никогда и нигде. За что меня ненавидеть? У верующих два варианта. Молчать, как Христос на допросе. Или говорить правду, ничего кроме правды. Да единственная правду. Римлянам 8.7 Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Вот почему они нападают. Они по плотские мысли. Я им дорогу не перешел. А они угрожают физически. Я вас справлю, физически прямо. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Не могут. А это плотские люди, которые это говорят и подсматривают. Когда знают семинаристы своего епископа, что бы я говорил. Я не знаю ни епископа, ни семинаристов. Какие взаимоотношения. Откуда знать людям, которые местные отношения. Вот когда у меня с милиционером тут был суд. Потеряевки там к сыну приехал. Подполковник милиции. Такой пакостный мужичонка. Дружинин Геннадий Петрович. Ну и клеветал там прокуратуру везде. И пришлось подать в суд на него. Кого-то мы ограбили. Ну прямо слушать нечего было. И когда до дела-то дошло, разбираться-то уже все. Вот тогда все его увидели. Но они поневоле уже тогда увидели. Никогда, нигде, ни один человек не подтвердил, что бы я сказал неправду. Ни большой, ни малой, никогда. А в этом как раз все и заключается. Но он мог бы что-то еще. Хотя бы в это время, когда он враждовал. Нет. А что, внезапно помер его, как будто не было. На сороковой день, когда дело отменили, а меня не уведомили. Точно на сороковой день умер. Инсульт его нету. Я только перечисляю некоторых. Это страшно все. И при том они говорят, на суде было. Сын его уступал, говорил. Дядя мой, дядя подслушал. Игнатий Тихонович сказал, что мы молились, и он умер, мой отец. Я говорю, если ты веришь в это, так не делай пакость, а то я еще помолюсь. И тебя не будет. Я его помазанник. Меня помазали миром. И они поносят меня везде. А вам вред какой? Никакого. Это только награда. И я кланяюсь им и благословляюсь, подхожу к этим священникам. Псалом 101, 9 стих. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Это Лапкинсы, Лапкинсы, Игнатиевсы. Никакой фантазии, ничего нет. Их тогда конкретно спрашивают. Вы конкретно скажите, что у него не так? Из Германии звонят. Они только одно сказали. Говорят, а он с нами не причащается. Да какая-то вина. Мы дома причащаемся. У нас своя церковь, свой храм, свой епископ. Мы в московскую патриархию не отрицаем, считаем благодатной. Вина какая не причащается? Я в ответ говорю, ну и вы с нами не причащаетесь. Да у нас и не допустят вас, потому что вы Бога не знаете. А выше, выше. А. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Вот они для чего и есть. От Господа это. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Я немощный, у меня нет ничего, ни духовного образования, ни такого. У меня ничего нету, кроме ревности по Боге. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Вот во мне сила Христова есть, это все подтверждают. Почему? Потому что я немощный. Немощный. Совершить такую поездку и сдать столько всего, это невероятно. Это речь идет о миллионах. А у меня пенсия, даже с добавкой, сейчас 6217, кажется, рублей. Но как на это жить-то, когда надо платить за все, за все, и за землю, за дым из трубы? Угля сколько взять? А как? Бог дает. Дает. Дальше. Вот в немощах они не могут сказать, у них немощи нету, в обидах, их никто не обижает. А на мне это есть, в нуждах, у меня нужда все время во всем. В гонениях, ну я доказываю, что я сидел, мне мучило, у меня только психиатрия давила 26 лет. Никуда нельзя поступить, ни в университет, тайно сдам, и на следующий день меня уже вытурили. Я что, претерпел, они во сне не видели, у меня руки все выкручены. В гонениях, за Христа притом. Еще. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и ничто. То есть, он у нас осталось нает это. Матфея, 5 глава, 10 и 13 стих. Блажены, изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное. Я себя причисляю к этим блаженным. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Вот это я все отношу к себе, это все было. Нас гнали, и что только не делали церковники. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Аллилуйя. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее в волну по пранее людям? Ну, люди, которые будут смотреть, что он нового сказал? Я не сказал, я дальше скажу. Меня обвиняют. Что злобится на меня? Я ей показываю. Злобиться не за что. Я ничего не сделал. Дальше. Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Да. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем доме. Баба мне говорит, если интернет наполнен лапкой, ну вы понимаете, это что такое там? И они всячески стараются заблокировать. Ну, город на вершине горы. Мне Господь позволил делать, что никто в мире не делал. Я спрошу, вот вы верующих знаете. Скажите, кто из вас составлял симфонию на книгу правил? Что бы познакомиться? Никто. Скажите, кто составлял симфонию на 11 неканонических книг с учетом потерянных стихов, которые в Вульгате только есть. 7 глава, 3 книга Ездры. И которые на молитву Монасси и там все, которые не входят. 13-14 глава Даниила. У меня составлена симфония лучшая в мире за всю его историю. Я все симфонии практически держал в руках, они не профессиональны. Ну, кто этим занимался? Я потратил несколько лет на это. Почему никто не занимался просвещением народа прошлые годы при советской власти? Я насчитал златоуста, 12 томов. И по всей стране из-за рубеж вышло в то время. 12 томов жития святых, Библия, Иоанна Кронштадтского, Серафима Саровска, Игнатия Бричанинова. Это мои, моим голосом вот этим было насчитано. Какая моя вина? И люди, которые от меня получили, они не просто ко мне хорошо, они благоговейно относятся. И чтобы меня кто-то ненавидел, ни один человек этого не поверит. Кого? За что? Было бы кого? Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Я могу показать в интернете, сколько людей прославляет за то, что... Прямо с утра уже, как мы благодарим Бога, что вы живы. Вы не имеете права больше ездить никуда. Как без вас будет там и проще, и проще это. Наоборот, чрезмерная любовь проявлена. Дальше. Иаков 2.18 Ну скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Вы найдите мне человека верующего, который бы вот издал книги, представьте, 38 томов. И 5, так 4, 7. И 7 книг в интернете стоят, которые неизданы. А это ни худо, ни бедно, по 750 страниц. А последние 4 тома моих стихов по 800 страниц. Но это невозможно. Все говорят, невозможно. КГБ меня арестовывало и говорили, думали, трудится несколько отделов в Сибири. Это она жредного человека. Конечно, друзья были, помогали. Мне есть что вспомнить. Покажу веру мою из дел моих. А вот вы говорите, хвалите себя, отвечайте. Так есть чем хвалиться. Есть чем. Покажу, написано, не спрячу, на вершине горы. И свет ваш другим светит. Я занимался просвещением народа. Это свет. И поэтому не надо лопать себя от злости. Вы им пользовались. И архиереи, пюхтинский монастырь приезжали за пленками. Полный комплект. Это по 375 метров катушка. Слушать 8 часов 5 минут одну. Это 200 катушек. Их достать надо было, их нигде не было. И дальше. Колоссянам 4, 6. Слово ваше да будет всегда с благодати. Приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Я знаю, как отвечать. Мне говорят, более мягко бы я говорил. Вот так. Людей бы было тысячи. Я это знаю, действительно. Но слово без соли, оно не принесло бы плода. Эти люди мертвые были бы. Вокруг меня именно живые. Живые друзья, живые враги. Никого нету таких, чтобы теплый был. Холоден ли, горячь будет? Пророк Иеремия 6, 10. Кому мне говорить и кого вещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них по смеянии. Оно неприятно им. Вот это я говорю им. Мне они сказать это не могут. Иеремия 25, 4. Господь посылал к вам всех рабов своих. Пророков с раннего утра посылал. И вы не слушали, и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать. Это я им говорю. Мне этого ни один человек на земле не скажет никогда. Евреям 4, 12. Ибо Слово Божие живое и действенное, и острее всякого меча бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие для меня жизнь. И вот дальше я покажу, как люди ко мне относятся, которые имеют со мной связь. Вот первый пишет этот человек с красным дипломом, закончивший университет, но он совсем не относился к верующим. И как произошла наша первая встреча? Бог со мной или не со мной? Считай. Том 15, открытый окон. Вопрос 2981. Кавычки. Однажды после вечерней службы я ехала домой. Народу было в автобусе столь много, что трудно было повернуться. Меня прибило волной к двум женщинам. Они ехали занятия из политеха и рассуждали о божественном. Деваться некуда, дорогой все слушаешь, а тут такое. Они рассуждают, а у меня вопрос, на вопрос наплывает. Это были Фатина, Сергеева или Серегина. Вчера, которая нам встретилась здесь, на Бусарова базара, она и есть как раз. И Марина Морозова, Янчук. Когда одна из них вышла из автобуса, я спросила у друга по поводу невольно подслушанного. То есть она не знает, о чем они говорят, но она поняла, что говорят о чем-то о божественном. И сразу, ну она все время искала, но у нее сильный был поезд, Кришнаи там везде ходила. Она мне сказала, что если я хочу узнать больше, то могу прийти на занятия по Библии. Я не могла дождаться дня, когда я пойду на занятия. То есть она меня еще не знает, не видела, но уже у ней душа трепетала. Придя в назначенный день на занятия, я села в первом ряду на первой скамейке. Проповедник стоял прямо передо мной. Игнатий Тихонович огласил тему занятия, на чем они остановились. Но... Но? Что но? Вдруг совсем не по теме начал говорить. То есть я вижу, она сидит, а я объявил, что следующая наша глава к Колосиным, как сейчас помню, Бог дал мне памяти, я глянул, новый человек сидит. Я ни слова не говорю, думаю, я потом скажу, надо ей ответить. И дальше она пишет о себе. То, что начало происходить, меня потрясло более всего. У меня возникал в голове какой-то вопрос. А он, Игнатий Тихонович, вслух тут же на него отвечал. И отвечал именно в той последовательности, в которой вопросы возникали. Да так он занимался гипнозом, всякую билиберду гонит. Нигде не занимался. Я глубоко верующий человек. От меня цыгане, когда увидят на меня, они прячутся за столбы. На них ужас нападает. Это все до того, и до удивлены были, так они ворожее такие. Вот так. В той последовательности. Он говорил для меня. Господь говорил, устами его, и я плакал от счастья. Вот. Дальше. Сейчас говорит еще один. Это, ну ладно, это было несколько лет назад. Девочка, да мало ли что там может быть. А вот теперь говорит человек, в настоящее время, вот сегодня 21 апреля 15-го года, это преподаватель университетей и в академии. И ведет занятия в епархии с людьми. Город Красноярск. Фамилия его Юрий Соболев. Мы не знали никогда. Он услышал обо мне от Андрея Кураева. Нашел меня, потом выписал все книги, заплатил 38 книг. И теперь, что он пишет? Повторяю, в настоящее время он преподает. Где? Это человек не слабого характера. Юрий Соболев. Я люблю ваши труды, Игнатий Тихонович. Это книги, проповеди, видео. За их неоднобокость. А за глубину и широту их содержания. Ведь не секрет, что некоторые проповедники, батюшки, говорят правильно. Но настолько однообразно, что слушать долго невозможно и неинтересно. А у вас и Слово Божье, и пояснения, и примеры, и юмор великолепный. А самоподача это дар Божий. Без сомнений. Матфея 25,16. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Это я, что он пишет мне, я взял и выписал, показать. Как он может меня не любить, этот человек? Дома, садясь завтракать, включая вашу проповедь, как обычно. Ничего не ищу, никакой специальной проповеди не выбираю. Первую попавшуюся. Она называлась проповедь? Его слушайте. И вы с самого начала отвечаете на те вопросы, которые возникли у меня полчаса назад. Это вообще, он просто потрясен на этом. При виде голубя. Поясняйте, ссылаясь на Златоуста. Что это за облако? Да почему и для чего так Господь устроил? Вот, Игнатий Тихонович, ладно бы один или два раза, какое совпадение было. Так это уже стало постоянным делом. Дивен Господь. И благодарю вас, проповедь очень сильная и интересная. Вроде все проповеди уже прослушал, но иной раз, включая и слушая, не могу понять, слушал или нет. Хотя точно знаю, что слушал. Так почти каждый раз по-новому открывается смысл каждой вашей проповеди. Все это не прослушал. У меня в интернете выставлено только в аудио, видео, 1300 проповедей. А их у меня было, допустим, 7000. Все за бортом осталось. Каждую неделю я говорил по 4 проповеди. Каждую неделю. Ну, в среднем где-то 28 минут каждая проповедь. Посмотрели с женой ролик пасхальной литургии Игнатий Тихонович. Благодарим вас за горячее, исполненное верой и радостью пасхальное слово. Было бы здорово, если это возможно скопировать фрагмент вашей проповеди и создать отдельный небольшой ролик, разместив его на канале. Интересный нюанс. Во время проповеди ваша голова порой четко укладывается под окружность нимба за вашей спиной. Там Господний Лих, я маленько отступил сюда, а изображение Христа большое, но так как я там ближе стою, я посмотрел действительно так, нимб, но Володя снимал, а я вообще задом стою и не вижу. И прям все время в этом нимбе, как будто на мне этот нимб есть. А перед этим разговором я рассказал о том, как вы в проповедях отвечаете на мой немой мысленный вопрос. Вот, мол, гляди, чудеса, да и только, легли коснул, включая на сон грядущий вашу проповедь, и вы с самого начала проповеди все разнеснятие на вопрос о молитве за умерших, возможности и невозможности помочь им, то есть на тот вопрос, который мы разрешали час назад. Состояние мое упал бы со стула, если бы сидел, лежал в кровати, кричу шепотом, чтобы детей не разбудить. Ты слышишь, что я тебе говорил? То есть это жене своей? Она, я подумал, а ты специально включил эту проповедь, чтобы все окончательно разъяснить по этой теме. Она сначала не поверила, а я так, как обычно, включил наугад первый попавшийся. Вот такие чудеса, Игнатий Тихонович, кому расскажи, не поверят, хотя теперь у меня есть свидетель. Дивен Господь, аллилуйя! Игнатий Тихонович, сегодня случилось еще одно. После первой ленты было окно, решил послушать ваши ролики подготовиться к занятиям в завтрашнем епархии. Включил ролик по 28 главе от Матфея. Вы и Виктор Савченко. Посмотрел, послушал. Прихожу на занятия. То есть он не выбирает и взял какой Матфея, там ничего нету, по блаженному фефилакту. А теперь, а дальше как у него? Кто это предусмотрел? Прихожу на занятия, семинар религия и ведение, заочники, взрослые женщины. И первый вопрос студентка мне задает по 28 главе, хотя тема этого занятия вообще про ислам и по плану. А задает по 28 главе. И я с лету, так как еще 30 минут назад это все слушал, по свежей памяти со всеми вашими комментариями развернуто излагая ответ. Впечатляющий эффект. То есть я как бы на некоторое время стал вашими устами, пересказав услышанное от вас. Чуден Господь. Как такое может быть? Иного рационального ответа не нахожу. Еще. Андрей Кураев точно читает ваши книги, Игнатий Тихонович. Человека, читающего вас, знакомого с вашими трудами, видно и очень отчетливо. Яркий пример отец Геннадий. Слышу его, узнаю почти в каждом слове вас. Вот Андрей Кураев сам приезжал, у меня брал книги. В том-то и зри масштабу нашего миссионерского провала. Это говорит Андрей Кураев о патриархии. Что именно хорошие священники не понимают и не принимают миссию. Если человек, абсолютно не понимающий сути миссионерства, возглавляет миссионерский отдел крупнейшей епархии, это уже из мира диагнозов. Это знак полной атрофии миссионерского инстинкта нашей церкви. Кураев Андрей. Дальше. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вот еще поведу вам случай свежий, так как не могу удержаться. Вчера, дожидаясь, сидя в машине, свое семейство открыл деяние 18 главу и по прочтению возник у меня вопрос. Каким образом апостол Павел в синагоге убеждал Иудеев 18 глава 4 стих? Что за аргумент он приводил? Ведь возможно было лишь на основании Танаха, ибо не было Нового Завета. Сразу задумался, а как бы Игнатий Тихонович ответил, спросить у него может в последнее время удерживая себя от вопросов вам, дабы самому напрячься и поискать, да и вас не отвлекать. А вечером жена спросила о поминании усопших, ибо накануне Радоница ответил, как обычно, на основании Библии. Видимо, ее это не устроило. Может, у Игнатия Тихоновича спросим. Ответил, что с глупыми вопросами обращаться не буду к вам. Достаточно тебе того, что я сказал. Как в последствии выясняется, я ответил смыслу именно так, как вы. Вечером хватило сил на молитву. Затем и Макар попросил... Ребенок. Макар попросил с ним встать на молитву. Никаких проповедей на сон грядущий не слушал. Утром. Время завтрака включаю, как обычно, наугад вашу проповедь. Близко к тебе слово. Это называется проповедь так. Как после уточнил. И сначала вы отвечаете на мой вопрос о том, как убеждал апостол Павел Иудеев. А после отвечаете на вопрос о поминовении усопших. Все в одной проповеди и в том порядке, в котором возникли эти вопросы. Невероятно аллилуйя. И вот там девушка пишет, теперь пишет преподаватель, именно в каком порядке вопросы были, меня уже там нету, и он включает именно эту, одну, одну из 1400 проповедей, именно на том участке, где нужно немедленно ему сразу ответить. Как это сделать? Я бы не нашел, где об этом говорю. А он знать об этом не знает. Включает оно, сразу начинает моим голосом, как это может быть? Как он может не любить того, кто это делает? Теперь говорят, ну это вы говорите, ваши близкие друзья. Молодя, я сейчас буду показывать, и буду задерживать, ты крупным планом покажи вот это. Где, кто желает, возьмите вот это, прочитайте в интернете. Вот. Считай по-русски вот эти слова. Серебряницкий Игнатий Тихонович Лапкин. Ну а дальше вы заметьте, на этом месте, когда будете, остановите, и вот это, просто скопируйте, перепишетайте, или вот эти слова запишите по-русски. Под роликом можно потом это... Да. Валника, или Волника. Ну Валника, Валентина Николаевна, наверное. Вот, пожалуйста, где дальше. Великое путешествие, Игнатия... Это разные люди, не наши, в разных городах страны и за рубежа. Долгий путь и остановка в Потеряевке, Российская газета. Российская газета, путинская, главная газета страны. Из МДА, Цандрия Кураева, Игнатий Лапкин, 0-1. Дальше. Русский дом. Это журнал. Журнал патриаршей. Возрождение рухнувшей мечты. Это Англия пишет. Из Англии директор Кэстонского института пишет. Она прилетала специально познакомиться. Купила книги у меня. Мне есть что показать. Кирилл Сахаров. Вот, пожалуйста. Кирилл Сахаров, член Союза писателей. Там 200-300 метров от Храма Христа Спасителя на Берстеневке в Москве. Почитайте. Теперь пишет писатель. Дмитрий Быков, потерянный мир. Пожалуйста. Дмитрий его очень хорошо знает. Он был тоже в потерянке приехал. Еще. Игнатий Лапкин. Одноклассники. Это тоже я не касаюсь. Кто-то там пишет. Проповедники. Миссионер Игнатий Лапкин. Вконтакте. Игнатий Лапкин. Библиотека. Иакова Кротова. Вот. Видео, клипы, ролики. Смотрите онлайн. Игнатий Лапкин. Мирянин. Проповедник Игнатий Лапкин. Форум Соборяне. Знаешь. Игнатий Лапкин. Кто такой? Черная сотня. Представьте, черная сотня. Они прямо нападают. То это иговистский жид. На меня один говорит. И тут же какой-то отец Сергеев вступается. И он начинает говорить. И такие слова. Это надо просто открыть и посмотреть. Почитайте. И проповедник. Лапкин Игнатий Тихонович. Миссионерский апологетический проект к истине. Вот это Степаненко. Доклад на конференции. Игнатий Лапкин. Это на конференции. Именно меня в пример ставят. Дальше. Игнатий Тихонович и Аким Тихонович Лапкины. Днепропетровск. Николай Леонов. Барнаул. Игнатий. 7.02.2014 год. Вот. Я ему говорил. Ты будешь это. Тебя убьют. Его убили. А теперь говорят. Как вы могли знать? Я ничего не знал. Что-то повторение прошло. Русский дом. Подожди-ка. Я не заметил, что здесь повторение идет. Форум Соборяне. Вот. А теперь наше. Вот я говорю. Я там потом вставлю. Наш сайт. На котором 50 книг насчитаны. Я отвечаю на 4124 вопроса. Там фильмы. Я просто скажу. Вот фильм можно снять. Вот тут Евдокимов был. А этот. Сатирик. Он был губернатором. И погиб в автокатастрофе. И они там собрали все это. Люди, которые могут. Режиссеры. И издали фильм. А его никто не знает. И нет. Можно. Деньги есть. Создать фильм. Вот этот. Фильм создают. Я участник там. И он занимает первое место на международном киноконкурсе. Документальный фильм о православии. Там православный епископ и три было. Которое присуждали. Второй фильм. Златоуст из Потеряевки. Это мое прозвище. Деревню строим. Занял первое место в России. Дальше смотри. Вот какой форум. Видеоканал. Сколько на форуме тем? 1583 темы. Так. Видеоканал. Сколько? Здесь 2810 наших видеороликов. Наших. Лично наших. Так. Сколько людей пишут. А были те такие, которые отрицательные? Были. Были. Но это люди, которых мы не знаем. И они лица не показывают. Живой журнал. О нашей деревне. Разные события в Потеряевке. Так. Вот что. Смотри. Я оставляю. Крестово-Воздвиженская община и жители Потеряевки. Православная деревня. Документальный фильм. Документальный фильм «Златоуст из Потеряевки». Проект «Новая школа и платное образование в Потеряевке». О браке. О браке. Занятия в Потеряевке. Игнатий Лапкин. Легла. Вот дальше. Вот все, что я показываю. История нашей общины. Что обо мне пишут. И на этом все. Вот я отвечаю на маленький вопрос с доказательствами. Не оправдываясь ничего. Просто я помещу под роликом это. И посмотрите. Могли ли это люди сказать? Никак. То есть никак. Недавно им говорят, вот такие это люди у вас были. И они на вас там говорили. Они не члены общины. Я говорю, даже гипотетически нельзя предположить. Почему? Они остаются друзьями. Они приходят с подарками каждый раз. Вот сейчас, видимо, завтра они опять приедут. Это выдумка. Почему? Любовь. Любовь. А есть ли за что? Это вопрос. А есть ли за что вас ненавидеть? Да, конечно, есть. Что тут говорить? Если на Христа ненавидели, обвиняли, что силой князя Бесовского Вильзиола, Павла, Апостола, Златоустые Незверги. Есть за что? Есть. Но за то, что есть, это моя похвала перед Богом. Ничего я не сделал. Ни против Конституции, ни против Библии, ни против совести, ни против Ближи, ни против Бога, ни против Церкви. Ничего нигде этого нет. И поэтому на этот вопрос я отвечать ничего не знаю. Я просто показал. Ну, посмотрите. Но если кто-то не удовлетворился этим, что, тогда найдите этих врагов, открыто выступите, чтобы видно было. Но надо проверить, что ты тот самый есть. И будете видно, и меня доказывать не надо. Вот я говорю сегодня. И все это выставляется в интернете. Вот. Интересно сегодня. Приходит одна, она не православная, но очень хорошая женщина. Валентина Пивень. И вот она узнала, что у нас приехал вот он. И смотри, что она пишет. Тебе не видно? Ну, прочитай. Валентина Пивень. Так, у меня где-то подожди. Где-то, сейчас где-то где-то было. А ну-ка, если может, я найду еще где-то, чтобы крупнее было. Нет, наверное. Нету. Ну, вот-то теперь прочитать надо. Что она говорит. Вот она. Прочитай. Валентина Пивень. Поняла, просто вы нигде и никогда не упоминали этот факт. Поэтому я и подумала, что вам это неизвестно. Это, о чем она говорит, подумала неизвестно. О Сергии, там фильм, который показывает Сергии Козлове из Воронежа. Она мне ссылку сделала. Посмотрите. Я говорю, да это знаю, написал. У меня на форуме это все стоит. И дальше. Она ведь тоже, видимо, верующая женщина. Желаю вам еще приобрести одного сына для себя. О Володе Пашенко, брата и друга. То есть, кто пишет уже ни о ком-то, а о Никите. Главное, Никита Андреевич. И у нас в Потеряевке тоже Никита Андреевич живет. Вот интересно. Приобрести брата и друга. Дальше. Он, видимо, сирота был в жизни. Тут сирота, ты не сирота? Нет, ну, я не сказал бы так. Ну, да. Но она так подумала. Дальше. На Украине. Кстати, у него такой лик лица моментами, что напоминает кого-то из ликов святых на иконах. Понятно, как у тебя. Вот как. Какими словами обложила тебя. Я рада, что в Потеряевке появится на одного благословенного жителя больше. Жителя с большой буквы. И жених для ваших невест. Будет наверняка. Бог, помощь и благословений свыше. Это уже Валентина сразу сосватывала тебя. Но она это по любви все говорит, делает. Она очень интересная женщина. Просто интересная. Ну, как? А он приехал сюда по любви. Как он может говорить там против или как? Ну, никак. Ничего этого нет. Нет этого. Это когда умирал, кажется, этот... Ава Дорофей, если не... И бесы приступили и стали показывать ему, вот написано, Ава Пимина была это. Вот. Вот ты делал-то. Он говорит, все вы это лжете. То есть, я говорю, идите вот проклятые отсюда. Я этим, который обвиняет, могу это же самое сказать. Вы все это лжете, все это придумаете. Ничего этого не было. Не было. Вот и все на этом. На этот вопрос, я считаю, я ответил, заранее подготовил сегодня вас, дождался с работы. И вот, пока Никита ходит, определяется. Вчера мы ходили, он временно у меня прописался, потому что у мамы-то туда не проедешь, надо из Потеряевки брать. Проходы нет. А пока тут пропишутся, ну, добавляют, запросы буду делать. Сколько времени надо им? 40 дней? 45. Ну, это максимум до 45 дней. То есть, они вам должны что ответить? Ты подал на гражданство? Нет, пока только на временное проживание. А потом после временного гражданства уже будет. Там по очереди надо. Там не сразу. Несколько раз надо будет продлять? Нет, один раз только. А ну, на какое временное? Слово временное, там может быть день, а может и год. А они там год, по-моему, или больше, да. Ну, а потом ты должен заново начинать хлопотать о постоянном? Нет, а как только я получу временное, могу уже хлопотать о постоянном. Ну, а ты уже тут прожил сколько дней? Это суббота, воскресенье, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Четыре дня ты уже сторожил. Ну, не раскаялся, что приехал? Нет. Поди голова кругом идет? Ну, как пьяный немного тут. Березовку уже брал тут. Сегодня я его сводил, на голубятню залез. Он все это видел своими глазами. Вот. А теперь ходит свободно, не знаю как. А в Украине у тебя хорошая память осталась? Да. Да. А то приезжает, который бывает как-то не так. А вот у нашего брата Никиты, у него ни одного слова плохого нет в Украине. Хорошее воспоминание. И священники предлагали ему учиться на священника, там, в семинарию. Вот и все. Ничего не было. И поэтому, кто его знакомый, там, вы не теряйте его из виду. Пишите нам, мы и вас примем. Мы очень богатые, радушные. У нас враги есть, конечно. Если врагов нету, то ты никакой. Горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Это не надо говорить, что нет. У меня много врагов. Но враги эти такие, которые в любой день могут покаяться. И враждуют, они не могут объяснить, что с ними делается. Почему они? Вот мне интересно, из Чикаго, не меня, там, в интернете встретил. Вот вы говорите, там, православным говорят. Мы, говорят, баптисты. Он нас, говорит, разносит, Игнатьев, в пух и прах. А его все здесь уважают. Да, там интересно. Почему? Правда. Правда покоряет. Возьмёт. Тут выходил Шаповалов, баптист. Какой он приятный. Вот этот, дорогой, Руднев ехал. Он неправославный. Сколько в нём достоинств. И какие вопросы задают. Как? У меня нет там врагов. Даже среди этих нет врагов нигде. Я вообще человек очень мирный. А люди даже удивляются, как это. Ну, так. У нас был Евтихий, 13 лет. Курочкин. Не епископом-то. Но он уже обо мне слышал. А его поставили же епископом. Зарубежная церковь пошли. Думал, как я буду с Игнатьевым ладить. А когда приехал, я подумал, это, говорит, другой человек. В посланиях, говорит, он сильный. А в лишнем присутствии вещи его слаба и незначительно. Почти так и сказал. Такой привет оказан. Так мы жили с ним. Он благословенный человек. И когда меня однажды спросили. А вы знаете хоть одного епископа, который поборы не делал бы. Когда едет, его там кормить надо всю свиту. Я говорю, я знаю. А кто такой Курочкин? Он Иван Тимофеевич был, а владыка Евтихий. У него даже носки рваные, ничего нет. Совершенно не коростолюбивые, а не притязательные. Почему? Потому что мы такие, и такого Бог дал епископа. Совершенно с нами вместе. И мы пошел пасти овечек, мы целый день пастем там на салоне. Валяемся с ним. Спим вместе. Обедаем вместе. Он один из нас. Он как апостол был. Ну все, во славу Божию. Благодарю.